всем привет и добро пожаловать на мой канал мать вернулась ну как сказать вернулась вернулась типа почти что вернулась я как-то месяц целый прошел не даже не месяц куда-то месяц шесть недель с половиной прошло с момента родов и естественно я в своей голове изначально предполагала что господи сейчас я вернусь великолепно торжественно и будет это просто фантастика с фанфарами и салютом но реальность остается реальностью наш товарищ маленький не дал сегодня мне не собраться не хоть как-то привести себя в порядок и единственный день за я не знаю какое долгое время когда с утра на пленальном столике его одевая он плачет то есть он чувствует что мать наверное напряглась матери нужно поработать и вот поэтому давайте-ка мы сейчас будем плакать но не самое худшее на свете что с нами может произойти сегодня у нас первый выпуск после моих родов и на самом деле могу точно сказать что не будет никакой структуры в этом видеоролике да абсолютно потому что вот так вот мы живем голова у меня не работает абсолютно такое ощущение как будто бы я видео для youtube не снимала вообще никогда и ни разу и впервые в жизни сейчас мне нужно что-то сообразить и как-то включить камеру и что-то на нее говорить и я не имею ни малейшего понятия как это делать а все потому что вот последний этот месяц он действительно прошел в каком-то наверное тумане и я сама не ожидала что будет так мне казалось ну окей там малыш родится окей все рассказывают о том что ну теперь ты уже спать не будешь вся твоя жизнь она принадлежит малышу и себе ты уже уж точно не принадлежишь но я не понимала что это значит и я уверена что любая беременная девушка женщина которая планирует рожать впервые она до конца не понимает что на самом деле вся эта история значит и сегодня я как раз таки хочу немного наверное как такое вводное видео поговорить о том как наши дела за этот первый месяц с чем мы столкнулись и рассказать о тех вещах которые для меня оказались абсолютной неожиданностью и которые просто меня выбили из клеи и заставили как-то сильно расстраиваться первой неделе уж точно потому что было правда совсем совсем непросто вот постараюсь красавца одеть поменяю локацию может быть чтобы он не плакал и уже расскажу как же наши дела за эти шесть половиной недель ну что ж рм одет накормлен сын доволен я по крайней мере надеюсь что он доволен немного он у меня поспал но тем не менее уже глаза открыты и здесь вот он прекрасно демонстрирует демонстрирует вам свой темперамент это насколько легко или сложно его укладывать спать и сразу могу сказать что уложить малыша спать дома так чтобы он спал там час-два это практически невозможно то есть он максимум спит дома полчаса это если только я его укачиваю если я с ним рядом если он находится в своем бэйби бёрни или в своем мама ру то есть это автоматические качели которые симулируют разные движения либо движение автомобиля либо движение мамы на руках и так далее вот поэтому буду сейчас быстро рассказывать как же наши дела в первый месяц вкратце расскажу это такое вводное видео чтобы всем вам сказать привет мы вернулись мы здесь вот а потом уже дальше в последующих видео я буду вам детально уже рассказывать как обстоят дела с нашей не знаю дневной рутиной утренней ночной рутиной как мы едим какой у нас процесс как как мы спим как я борюсь со сложностями скачками роста с газиками и со всем остальным есть рассказывать много что особенно учитывая то что ребенок у меня ну скажем такой темпераментный он абсолютно не просто непростой малыш и нет такого что где положил там и лег и там и лежит абсолютно нет он у меня такой достаточно требовательный товарищ и поэтому мне здесь приходится с ним скажем так танцевать постоянно и беспрерывно как вы видите мы находимся до сих пор в риге мы застряли здесь уже начало июня до 1 наверное да мы здесь с ним застряли по причине того что нам до сих пор не выдали паспорт российский латвийский мы получили через пять дней после его рождения то есть в роддоме нам выдали сразу же на второй день свидетельство рождений на четвертый день мы поехали оформлять паспорт и через день на 5 нам выдали уже паспорт латвийского гражданина рэма григориана арсеновича вот с российским все обстоит по-другому там потребовалось огромная длинная волокита с набором разных там вне со сбором разных документов и нотариальными там подтверждениями переводами и так далее и так далее процессами в консульстве и по итогу подав все документы нам сказали ждите звонка мы пойдем на встречу паспорт вам сделаем приблизительно за месяц полтора но когда мы не знаем где мы не знаем получить может только папа то есть он должен приехать еще раз мама получить его не может и поэтому тупо сидите ждите звонка мы позвоним уточнить вот вот так мы сидим и ждем когда это все дело будет готова я не знаю я очень надеюсь что очень скоро потому что без папы нам конечно же здесь жутко тоскливо и тяжело и мы конечно же все скучаем и это не дело что малыш он живет без папы первый первый месяц своей жизни вот поэтому я очень надеюсь что эти документы скоро скоро будут готовы и мы снова воссоединимся вот помимо этого месяц для меня прошел как в тумане я столкнулась с разными разными состояниями ситуациями сложностями мне кажется каждая неделя приносила что-то новое первые три недели я мучилась во первых со своими швами они у меня не заживали и болели жутко еле еле ходила то есть меня а вот эти физические боли моего тела они меня конечно убивали сильно и повергали меня в огромную такую депрессию уныние я была очень плаксивая очень тяжелой и очень очень расстроены это первое на вторую неделю меня посетил лактастаз и мне пришлось справляться с температурой молокоотсосом и стараться налаживать свои лактации для того чтобы все это дело не болело и чтобы малыш мог хорошо и нормально питаться а потом все первые две недели я просто до слез терпела боли вот именно сосках потому что малыш в них разодрал просто пищи вот у него оказалось коротковато уздечка под язычком но в силу того что в роддоме с ней ничего не сделали я уже сейчас тоже не стал ничего делать и так как набирает весом хорошо то есть молоко поступает с этим проблем нету соски мои пришли в норму для ничего не болит то я уже не борюсь с ним чтобы он пытался брать вот прям как нужно всю ореолу или большую часть хотя бы снизу я разрешаем убрать так как он берет я вижу что он ест набирает каждый каждую неделю вес все в порядке это мы пока оставляем единственное чем нужно будет потом смотреть это дикция когда уже подрастет я надеюсь проблем не будет вот особенно в силу того что он будет бельгвальным ребенком семья мужа с ним говорит по-русски моя семья говорит с ним по-латышски я буду с ним говорить преимущественно на английском языке для того чтобы ребенок с детства уже на нем говорил поэтому здесь уже будем смотреть я надеюсь этим проблем у нас не будет что дальше третья неделя был скачок роста урема по крайней мере я делаю вывод что был скачок роста ел он просто вне себя два раза больше набрал 450 грамм вместо нужных 200 за неделю и уже вот к первому месяцу он весел 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 5 килограмм то есть он набрал целый килограмм сейчас 7 недель и он уже весит у нас почти 6 килограмм вот поэтому собственно я понимаю что товарищ мой растет прекрасно подожди 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 чуть-чуть да мой сладкий ой котенок ой ты боже будь здоров будь здоров котенок вот так же скачок роста помимо помимо обильного аппетита нам принес изменения предпочтений в его сне он перестал спать свои кроватки и перебрался ко мне я с ним боролась несколько ночей я поняла что эту битву я проиграла и нет смысла мне страдать самой его мучить когда он там спит по пять минут и орет полночи а потом целый день мы просто убиты я поняла что лучше пусть он вот эти первые недели жизни спит со мной потом придет время и мы уже будем его приучать к отдельному своему сну в его кроватке и в его отдельной комнате вот но слава богу это была всего лишь недельная история вот во время именно этого скачка и сейчас он уже вернулся свою кроватку мне удается его перекладывать ночью все те приемы и инструменты которые я пыталась применять и использовать вот во время третьей недели скачка роста и которые не работали сейчас достаточно хорошо работают конечно раз на раз есть ночи более спокойный из более не спокойный но опять же об этом буду рассказывать вам отдельном видеоролике четвертая неделя он уже стал более или менее спокойным мы подобрали соску и соску он уже берет и слава богу сейчас мы можем как-то с ним договариваться и малыш мой как-то уже может себя спокойно вести несмотря на то что темперамент у него будет здоров то есть он непростой малыш с газиками мы боремся при помощи укропной водички и эспумизана как бы я не старалась избежать вот именно каких-то препаратов медикаментов к сожалению у меня не получилось потому что малыша мучились сильно газы он страдал по этому поводу и я все-таки понимаю понимала что нужно прибегать уже какой-то дополнительной помощи и поэтому эспумизаном и укропной водичкой мы обходимся они слава богу помогают опять же в последующих видеороликах буду рассказывать и показывать какая именно водичка и какой именно эспумизан и что и как часто мы используем вот дальше пятая неделя шестая неделя но они наверное такие уже были более ровные до тяжело до малыш непростой но тем не менее мы как-то наладили этот режим и вот уже пятая шестая неделя они у нас уже проходили вот в таком режиме по три часа мы питаемся по три часа плюс минус там 40 минут если там где-то спит дольше или где-то мы не знаю куда-то поехали может быть могут быть какие-то отклонения но по большому счету моей самой главной целью вот именно этих первых недель было наладить режим и какие-то наши ритуалы малыша для того чтобы вот ему было уже более или менее понятно когда мы что делаем чтобы уже физиологически эти процессы они сами по себе уже начинали в нем происходить и в принципе сейчас я могу сказать что так оно и происходит то есть ночью просыпается каждые два-три часа для того чтобы есть есть он как правило до 30 минут а потом я его поднимаю вертикально держу для того чтобы сделал отрыжку для того чтобы в принципе молочко она опустилась легче вниз и дальше я уже укладываю возвращаю ко сну моя новая задача вот именно что касается сна ночью это его укладывая обратно добиться ситуации когда он сам засыпает когда мне не нужно по полчаса по 40 минут еще его там шушукать убаюкивать и так далее и так далее но об этом в отдельном ролике вот днем свою очередь мы также едим спим гуляем и все в принципе по большому счету у нас происходит по 23 часа за исключением там каких-то на таких более редких случаев когда в коляске или в машине засыпает вот прям на три часа на два часа и тогда я уже его конечно не бужу и тогда я могу в кайфе хоть что-то поделать и хотя бы немного отдохнуть вот потому что это первый месяц для меня как для мамы и как для человека он конечно же дался тяжело я переживала и депрессивные дни и жутко тревожные дни и плакала и ревела переживала и не знаю посещали меня разные эмоции в принципе я наверное по большому счету была сильно угнетена очень сильно расстроена и разочарована в самом каком-то процессе в том как я себя буду ощущать в том насколько я буду способна чувствовать малыша и как-то с ним коннектиться и как-то его понимать будет спокойно не психовать и быть вот знаете правильная хорошей мамой какими кажутся мне как все женщины вокруг или по крайней мере вот мои подруги там опять же youtube да все эти каналы и блоги влоги с с рождением малышей где женщины просто все накрашены прекрасны красивы и рассказывают в бигудях о том как у них все замечательно и даже если они рассказывают про какие-то сложности это все равно как-то вот рассказом такой типа ну да сложно сложно но ты не понимаешь этой серии когда тебе говорят вот пока ты беременная не родила спи потому что потом ты спать не будешь и все то есть рассказ на этом заканчивается думаешь блин вот раздражает меня это эти фразы потому что что значит не буду спать когда-то же я буду спать то есть малыши не не буду что будет в 20 24 часа в сутки следовательно все будет в порядке а нет на самом деле действительно нет потому что если у тебя более сложный темпераментный ребенок то ты действительно спишь очень очень мало когда я говорю режим каждые три часа это не означает что он спит три часа это означает что просыпается каждые три часа из этих трех часов то есть полчаса он ест потом 15 минут я и я его держу отрыгиваю потом еще там полчаса он пытается уснуть и того там плюс-минус раз на раз но спишь ты реально полтора часа они они три часа и когда вот ты в таком режиме находишься постоянно у тебя физические боли у твоего тела вот сверху донизу муж твой не рядом и ты в принципе с первым малышом не понимаешь что с ним делать и боишься что ты его не знаю там не так кормишь не так держишь что ты его уронишь что ты его я не знаю что в усталости ты что-то ему не так сделаешь что запеленная что его не так что купаешь ты его не так в общем все эти жуткие переживания и стрессы они конечно но дают о себе знать и вместе с усталостью и вот именно с какой-то вот моральной нагрузкой и ответственностью за ребенка перед собой перед ним перед твоим мужем то это конечно все дает о себе знать и для меня я не знаю для меня это было было колоссальная нагрузка моральная и физическая я конечно могу точно сказать что только сейчас 7 недель только сейчас я пришла как-то в такое более или менее спокойное состояние когда я не раздражаюсь когда я не психу когда я могу спокойно держать вот грубо говоря держать его он и вот те моменты когда он плачет когда я могу просто держать у меня нету вот этого психа что типа из серии черт возьми чё ты орешь я тебя там переодела я тебя накормила я тебя там поместила в удобное положение я проверила чтобы тебя там ничего не давила не раздражала ушко чтобы не было за раз загнутым и так далее так далее чтобы ноготки были обстрижены чего же ты орешь что тебе от меня надо и что мне сделать и вот это беспомощность и вот эта ситуация когда ты не знаешь что тебе делать первые недели я конечно я раздражалась сильная я была вот просто на грани срыва я была в психе прям и я так переживала и и он нервничал и даже когда педиатр мой сказала что да ребенок у вас сложный непростой у него достаточно большой тонус вам нужно с этим работать и вам нужно быть спокойной потому что с вашим молоком ему передаются все ваши стрессы все ваше беспокойство и и и вот от этого он у вас так орет ну то есть это она мне говорила вот когда мы наблюдать наблюдались у доктора в один месяц это как раз таки был такой самый сложный период когда он прям орал орал господи как я тут уже плакала потому что я понимала что из-за меня из-за моих стрессов из-за моей неспособности собраться и привести в порядок свое внутреннее состояние я сейчас порчу своего ребенка и чуть ли не отказывайся от грудного кормления просто для того чтобы избавить своего ребенка вот этого внутреннего стресса от моего кортизола который очевидно передается ему не знаю но по крайней мере я понимаю что это нормальная стандартная ситуация и там поговорив с подругами я понимаю что практически у всех так просто никто об этом не говорит и поэтому последующие видеоролики я тогда уже буду по темам вам рассказывать с чем мы сталкивались как мы с ситуацией решали потому что в основном все эти ситуации решили и справляемся мы сейчас уже достаточно хорошо вот об этом обо всем я буду рассказывать уже отдельно ну а сегодня вот сегодня малыш мой пытается уснуть во время моей болтовни вот я что я я до сих пор нахожусь в тумане я понимаю что этот месяц для меня прошел просто 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 непонятно как непонятно где не могу сказать что быстро очень долго он у меня тянулся очень болезненно и тяжело но тем не менее в каком-то тумане у меня прошел поэтому сейчас буду как-то свою голову приводить в порядок очень даже надеюсь что тот факт что я возвращаюсь к вам в эфир этот факт мне поможет как-то взбодриться спасибо кстати вам за все ваши комментарии за ваши за вашу поддержку и за то насколько вы ждали моего возвращения я очень счастлива к вам вернуться вот буду надеяться что опять же получится у меня три раза в неделю опубликовать видеоролики потому что ну конечно же с рэмом это непонятно как будет происходить как например сегодня единственный день за и не знаю сколько там недель он стал орать на пеленальном столике с утра чего не происходит в принципе никогда вот поэтому будем наверное скорее всего в режиме такого влога снимать в режиме наших прогулок в режиме там каких-то наших процессов буду вам рассказывать и грубо говоря снимать как и когда будет получаться вот потому что планировать с малышом конечно же очень очень тяжело уже не говоря о том чтобы самой собраться потому что сразу могу вам сказать что в душ я хожу но так чтобы с головой с мытьем волос и вот прям совсем совсем я хожу наверное но раз в неделю в лучшем случае это реально раз в неделю ребята поэтому привыкайте видеть меня с грязными волосами сегодня слава богу есть какой-то тональник у меня на лице потому что я в попыхах пока он просыпался быстро и он нанесла чтобы уж сильно вас не расстраивать своей своей пигментации которая кстати не прошла и с которой кстати я до сих пор борюсь об этом тоже буду вам рассказывать в общем на сегодня все спасибо вам большое за внимание кто не подписался подписывайтесь на мой канал и следите за уставшей матерью и моим прекрасным малышом рэмом арсеновичем который сейчас уже у нас прекрасно спит хотя уверена через пять минут проснется все на сегодня все пока пока